Вышла в свет новая книга про Таирея Андрея Ткачёва «В ступени к небу. Как научиться любить людей». Она повествует о том, как найти себя и через переживания, глубины и величие человечности, как Божьего дара, научиться строить подлинные отношения с ближними. На презентации книги в Северной столице побывала наша съёмочная группа. Какой путь необходимо пройти, чтобы познать окружающий мир? Сколько шагов надо сделать, чтобы найти себя? А постигнув свою глубину, начать замечать Христа и ближнего. «Ступени к небу. Как научиться любить людей» – главная тема новой книги известного миссионера, писателя и публициста про Таирея Андрея Ткачёва. Её презентация состоялась в Санкт-Петербурге. Есть немеряное количество ступеней, потому что они разновысокие, и некоторые семенят, некоторые быстрее идут. Некоторые перед смертью, ни по каким лестницам не ходившие люди, некоторые перед смертью зашагивают Царство Небесное в последний час, как в последний вагон. Поэтому количество ступеней, сознательно пройденных в сторону Христа, у всех людей отличается. То есть некоторым даётся преодолеть большие расстояния за краткое время, некоторые медленно движутся, а некоторые скатываются назад. То есть этот процесс очень драматичный и непростой. Об этом непростом пути, о трудностях и о том, что человеку нужно постоянно расти, подниматься вверх, рассказал протоиерей Андрей Ткачёв на встрече со своими читателями в книжном клубе «Во всех смыслах». Вот батюшка умеет ответить на вопрос так, что сразу становится всё понятно. На любой вопрос, любую тему он освещает двумя-тремя предложениями. И тут же провёл, быстренько ниточку бросил в Ветхий Завет, и медленными-медленными шажками через Новый Завет вернулся в наши дни. Подвёл итог, понятно, чётко, ясно. На каждый вопрос у него всегда найдётся прообраз и объяснение из священного писания, литературы, жизни. Примеры он подбирает яркие и доходчивые, а главное – интересные и любопытные. Любовь – это не сопли в сахаре, не сентименты, и не сюсю, и не эмоции. Это волевая установка ради Бога. А потом Бог в ответ на волевую установку даёт тебе благодать, и ты начинаешь любить уже не по усилию воли, а по благодати. Вот волонтёры, которые бомжей кормят, они что, любят их, что ли? Они Христа любят. Потрясающая лекция, потрясающий оратор, потрясающий спикер, очень глубокие вещи затрагиваются. Понравилось то, что любовь – это не только чувство, любовь – это, прежде всего, делание, это польза для людей. И очень интересные метафоры приводились, да, с хирургом, когда хирург, который режет человека в течение пяти часов, намного более любящий человек, нежели чем какой-то инфантильный человек, который якобы любит весь мир. Вот, собственно, основное, что вынес, потому что про любовь к людям. В этой книге можно найти ответы на многие вопросы. Поэтому, читая книгу, находишь не только пользу для души, но и обогащающийся интеллектуально. Драматургия его повествования выстроена таким образом, что зритель, находясь в зале более трех часов, с открытыми ртами его слушал и внимал, и те мысли, которые он доносил, они остались где-то не то что в сознании, они заложились и на подсознание, потому что он доносил те мысли, которые мы давно, как мне кажется, забыли. Но о них каждый человек должен помнить. И я считаю, что вот эта лекция очень сильно повлияла или повлияет на умы многих. В завершении встречи с писателем, протеереем Андреем Качевым, состоялась автограф-сессия.